Телеканал КРТ представляет Что добыча американской нефти из 7 основных сланцевых месторождений к июлю снизится до почти двухлетнего минимума в 7,63 миллиона баррелей в сутки Напомним, что в декабре 2019 года США добывали 9,13 миллионов баррелей в сутки, то есть падение уже составило 16% за полгода, и это не предел Вторая новость. Китай восстановил нефтепереработку на докризисном уровне В мае Поднебесная перерабатывала в сутки 13,63 миллиона баррелей, что составляет примерно 17% мировой добычи Более подробно о ситуации на нефтяном рынке после его стабилизации двумя соглашениями в рамках ОПЕК+, мы поговорим с экспертом в сфере энергетики Дмитрием Маруничем Добрый вечер, Дмитрий Приветствую Создается впечатление по тому новостному ряду, который имеем в сфере нефти, что там ситуация как-то стабилизировалась и приблизилась к точке равновесия Так ли это? Будем ли мы иметь к концу года хотя бы 50 долларов за баррель? Да, действительно, я вот припоминаю нашу последнюю беседу на означенную тему и в целом прогноз пока можно признать релевантным Бренд торгуется больше 40 долларов за баррель, вплотную к 40 приближается американский 40 WTI после вот этих драматических падений апрельских, как мы помним Самое интересное, что Euros торгуется с премией к бренду порядка 1,4 доллара на европейских биржах Это, кстати, нехарактерная ситуация, долгое время Euros торговался со скидкой То есть, в принципе, ничего удивительного не происходит, рынки восстанавливаются И если тенденция не будет прервана, я сейчас скажу о том, почему она может быть прервана То, вероятно, мы увидим во втором полугодии также динамическое восстановление рынка на фоне восстановления мировой экономики и спроса Риск ключевой заключается в следующем Китай снова сигнализирует о наличии зараженных некой второй волной коронавируса И это может повлиять, конечно, на глобальную экономику, на спрос на энергоресурсы и отсрочить восстановление нефтяного рынка Вот пока такая основная угроза, которая может повлиять и может сломать ситуацию на глобальном рынке Хотя, повторюсь, наверное, даже вторая волна вряд ли будет столь разрушительной, как первая То есть, если влияние и будет, то не столь существенным, как влияние от первой волны коронавируса Вот то продление сделки ОПЕК плюс еще на месяц не коснулось миллиона 180 тысяч баррелей в сутки, которые добровольно на себя взяли Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты То есть, это начало уже нефть добываться С другой стороны, Китай сейчас постепенно отказывается от Саудовской нефти И Соединенные Штаты стараются блокировать поставки Куда эта нефть денется? Или будет создаваться, так сказать, опять избыток нефти на мировом рынке? Я могу сказать вам следующее Да, Китай, кстати, снижает импорт Саудовской и наращивает импорт российской нефти, как мы видим Российской и Венесуэльской? Просто Венесуэльская зачастую авторизуется как индонезийская Ну, я все-таки уверен, знаете, в чем Кстати, мы видели сигналы, которые подавали саудовские власти И крупнейшая их нефтедобывающая компания государственная Речь идет о том, что Здесь идет о повышении цен на них То есть, они ценники повышают Я все-таки уверен, что найдут саудовские власти Рычаги, которые не позволят этим объемом нефти выплеснуться вновь на рынок Это может быть либо дополнительное объемо по хранению Либо, опять же, сокращение производства Потому что все увидели, насколько может быть конпродуктивным Насколько может быть опасным обвальное падение рынков Мы видим, какая ситуация Уже не будем об этом повторяться Какая ситуация в саудовском бюджете И при ценах на нефть 20 с плюсом Саудовский бюджет может ожидать крах до конца текущего года Это было отмечено ведущими мировыми информационными агентствами Аналитиками и так далее и тому подобное Это интересно и другое Я еще напомню нашу с вами также предыдущую беседу В Штатах очень резко снижается производство нефти В июле ожидают падение до 7,6 миллиона баррелей Это просто какая-то фантастика То есть американское производство падает невиданными доселе темпами Что также подтверждает некие наши предыдущие прогнозы И там продолжается череда крупных банкротств Поэтому производство в целом снижается достаточно оперативно И я уверен, что на фоне этого всего дела Ну вряд ли найдутся сумасшедшие какие-то политики Я верю в трезермыслие Саудовских властей Они не допустят опять того, чтобы эта нефть вылилась широким потоком На нефтяные рынки мира и создала очередные существенные дисбалансы Вот ситуация примерно таким образом сейчас обстоит Ну и да, газ отвязывается Потому что а. появилась глобальная торговля Она растет из ПГ Б. ситуация очень сложная в мировой экономике Это в принципе влияет на природный газ Также и запасы газа, которые достигнуты в отдельных локальных рынках Они существенно могут повлиять на ситуацию С ценообразованием именно природный газ Понимаете? Что мы видим на примере Евросоюза Сейчас там котировки на биржах обрушились до рекордно низких значений Далеко не только потому, что дешевле нефти А еще и потому, что накатили рекордные запасы газа Рекордные запасы газа И на это повлияли совершенно иные причины Повлияли не связанные с нефтяным рынком Поэтому и далее нефтяные рынки от газовых будут изолироваться Но я все-таки не готов говорить, что они вообще корреляции Корреляция будет Вопрос в том, что она будет уменьшаться О том, о чем вы говорили, когда корреляция была практически Как в математике Она была Функциональная Да, была функциональная зависимость А, да То ее теперь, конечно же, не будет Но она в любом случае будет наблюдаться Плюс мы увидим, вероятно, корреляцию В отдельные временные периоды Она, возможно, будет То есть она не будет такой, знаете, долгоиграющей Но, возможно, будет иметь место В отдельные периоды На отдельных локальных рынках газа Я все-таки пока не спешил с такого рода прогнозами Что все полностью разорвано Все равно это энергоноситель Все равно природный газ в чтительной степени используется Для удовлетворения нужд в энергии Ну, не важно, какая это энергия Это либо энергия для движения Неких транспортных рез, либо для производства электрической энергии В любом случае цели примерно схожи Благодарю вас, Дмитрий Благодарю Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok